Здравствуйте! Я рад вас всех здесь видеть и хотел бы сегодня рассказать о том, как историки систематизируют свои знания о прошлом. Собственно, у любой науки, какой бы вы ни занимались, я понимаю, что здесь многие из вас связаны с техническими и естественными науками, у каждой науки есть какая-то система. Для исторической науки это система дат, с помощью которых историки обобщают, систематизируют, а потом и анализируют факты, которые у них есть. Казалось бы, дело очень простое, однако возникает все равно множество проблем. Ну вот, первая проблема — это попытки оспорить официально сложившуюся историю, видя там новой хронологии таких докторов математических наук, как Фоменко и Носовского, которые утверждают, что античность наступила где-то в 12-13 веке, и вообще там древнего Египта не было, пирамиды построили очень недавно и многое другое. Историки с этим полемизируют и пытаются доказать, что их суждения, они опираются на какие-то достоверные вещи, на факты, обоснованные историческими научными методами, ну и, в общем-то, показывают определенный результат. Обычно датировки у нас бывают двух типов. Первый тип — это абсолютная датировка и другой — относительный. Относительный. Как бы мы датировали сегодняшний день вот с первой позиции? Сегодня у нас 18 мая 2017 года. День, который вписан в какую-то календарную систему. Относительная датировка — это день между средой и пятницей, день между вчера и завтра. Вариантов и то, и другое, как ни странно, может быть очень много. Теперь какие вещи, собственно, мы можем датировать? События. События жизни, исторические события, возникновение каких-то явлений, вещей, и предметов. Собственно, сами вещи, тексты — самое главное, что датируют и исследуют историки, и явления. Последние три пункта являются историческими источниками, которые сами по себе нужно датировать. Историки обладают методами естественных наук, методами, которые они перенимают из географии, физики, математики, биологии. Ну и вот первый метод — перенятку диалогии. Метод называется метод стратеграфии. Дело в том, что в результате деятельности ветров, в результате деятельности климатических факторов так получается, что каждый следующий слой, который вы видите на экране, каждый верхний слой, он новее, чем предыдущий. Следовательно, чем глубже копаем, тем древнее тот слой, который мы находим. И вещь, которая находится в конкретном слое, может быть датирована тем или иным периодом, если мы знаем датировку конкретного слоя. На этом, в принципе, построен метод стратеграфии. Вот вам иллюстрация из археологической экспедиции, на которой присутствовал вам покорный слуга. Здесь видно современный слой чернозема и древний материк, по которому ходили люди, поселение которых мы раскапывали. Эта фотография была сделана в Крыму в 2011 году при раскопках сельской округи города Феодосий, античной. Вот вам пример идеального памятника. Дело в том, что не всегда археологи идут в поле, начинают копать и находят там какое-то поселение, существующее только там 2000 лет назад, и все. Обычно люди умные используют какие-то географические факторы, находя наилучшие места для поселений. Поэтому довольно часто археологические памятники очень многослойны. И там, где видели сельсообразным жить люди там античности, вполне себе также видят смысл жить люди средневековые и современные жители. Поэтому здесь можно найти остатки римской стены, средневековую мусорку, которая является просто идеальным историческим источником, потому что в ней находится очень много самых разных и самых обычно интересных артефактов. Вот вам средневековая стена и стена 19 века. Такие памятники встречаются в том числе на территории Украины. Следующий метод, еще более распространенный, это типологический метод. Построен на том, что предметы, какие-то, можно выстроить в относительную хронологию, по тому принципу, что какие-то из них раньше, какие-то новее, и они проходили определенную эволюцию. Первоначально наши делали из камня и мамонтовой кости, потом там детали заменялись, и постепенно пришли к более-менее современной модели ножа. Это типологический метод, но он не всегда работает. Увы, человечество, как бы мы его ни любили, не всегда идет по пути прогресса, и порой просто скатывается в какие-то ретроградные, регрессивные вещи, и типологический метод всегда нужно сопрягать с какими-то другими методами датировки. Вот вам я продемонстрирую метод коллапса. Пример коллапса вот такого метода типологического. Вы видите горшки черняковской культуры. Ну, не очень хорошая зарисовка, тем не менее, здесь видно, что не использовался гончарный круг, что все элементы горшка делались вручную, есть остатки отпечатков пальцев, если приблизить совсем оригинальные вещи. И далее идет горшок цепольской культуры, который сделан уже, который сделан на гончарном круге, который обладает очень интересной росписью, ну и, в принципе, эстетически выглядит намного лучше. Так вот, первый пример черняковской культуры – это горшки, сделанные во II-IV веках, подчеркиваю, нашей эры, то есть 1600 лет тому назад. Терепольская культура, которую я показал позднее, но она была в IV-III тысячелетиях до нашей эры, отличается гораздо большей степенью развитости. И та, и другая культура были присущи одному и тому же региону – это Дерстровско-Бургское Междуречие, ну, территория юга современной Украины. Тем не менее, вот типологический метод здесь дал бы явные ошибки. Дальше. Следующий метод, перенят из тоже естественных наук, называется радиоизотопный метод. Построен на том, что радиоактивные элементы имеют такое свойство, как распад. Они распадаются в определенный период. Если мы находим артефакт, скелет какого-нибудь мамонта, скелет какого-нибудь первобытного человека, мы можем найти в нем вот этот элемент, и по той степени распада, на которой он сейчас находится, можем определить приблизительно его возраст. Этот метод используется как раз для абсолютных датировок, и с помощью его датировали все самые известные, самые громкие артефакты в истории, начиная от первобытного человека, заканчивая такой известной туринской плащаницей, в которую, по преданию, был завернут Христос. Следующий метод называется дендрохронологический. Многим из вас, видимо, в детстве, да и сейчас, приходилось смотреть на кольца деревьев. Каждый год дерево обрастает таким шаром, который впоследствии при разрезе виден, и отличается цветом либо толщиной от других шаров. Так вот, поэтому мы обычно определяем возраст деревьев. А что, если взять и определить толщину слоев деревьев, которые росли в одной и той же местности, и составить таблицу? Ведь если деревья росли приблизительно рядом, то толщина слоев должна быть тоже приблизительно одинаковая. Поэтому мы можем составить таблицу таких толщин на довольно длительный период времени, и потом уже вещь, которая нам неизвестно, датировать. Вот здесь передо мной стоит стол. Он не из настоящего дерева, скорее всего из ДСП. Тем не менее, если бы он был из настоящего дерева, мы бы могли его или какой-то похожий стол разрезать и датировать, зная, что он произведен в какой-то определенной местности. Просто по толщине кольцев, присущих этому изделию. Дальше. Вот вам пример таких абсолютных шкал. Западная Европа по Дубу составлена на целых 7 тысяч лет. В Центральной Европе по Дубу на 8 тысяч лет. Ну и вот гораздо севернее от нас, в районе Великого Новгорода на 1200 лет, однако это имеет очень большую историческую ценность. Дальше. Самое важное, с чем работают историки, это, конечно же, тексты. Тексты написаны на разных языках, разными шрифтами, написаны на разном материале, и тут существует огромное множество методов, как историки их пытаются датировать. На экране вы видите фото повести временных лет Нестора и летописца. Вот вам цитаты из этого источника. Я процитирую на старославянском, чтобы было еще более непонятно, а потом мы расшифруем и станет гораздо понятнее, это для контраста. В лето 6132-е Ярославу, стущу в Новгороде, приедем Стеслав из Мутаракана в Киеву и не приезжая его к Яне. Он же, сидя на столе в Чернигове, Ярославу, стущу в Новгороде тогда. Ну, вот Ярослав был в Новгороде, к нему пришел Стеслав из Мутаракана, вот его не приняли киевляне, он пытался там сесть на стол, то есть, значит, править в Чернигове. Так вот, что за 6532 год? Вроде бы мы еще не дожили до этого времени. Однако, жители Киевской Руси тогда пользовались немножко другой хронологией. Очевидно, не от Рождества Христова. Они переняли хронологию, созданную в Древнем Израиле, которая называлась в Византии Константинопольская эра, от сотворения мира. Считалось, что мир создан в 5508 году до нашей эры. Ну, можете прибавить к этому 2017 и посчитать, сколько лет от нас отстоит сотворение мира. Эта хронология была создана на основании Ветхого Завета, в котором указывались промежутки жизни ветхозаветных пророков. Ну, их просто сложили, и оказалось, что всего Ветхий Завет составляет 5508 лет. Однако, потом нашли вспомники, которые их пересчитали, и поняли, что они ошиблись на один год, и мир был создан на один год раньше, то есть 5509 лет до нашей эры. В итоге, получилась такая путаница с датировками. Мы не знаем, когда были написаны, мы не знаем, какой из этих систем пользовались русские летописцы, и часто очень есть там один год разницы в интерпретации их историков. Теперь, как бы этот текст выглядел в нормальном виде, в год 1024, ну, мы отняли от 6532 до 5508 и получили эту цифру. Ну, и дальше уже приводимый нами сегодня текст. Дальше. Есть методы, которые переняты из филологии. Метод, который используют типы начертания знаков, типы изображений. Ну, и в качестве примера я хотел бы привести одно из моих любимых произведений древнеегипетской литературы, которое называется «Разговор, разочарованного со своим Бах». Этот текст исключительно философский, в нем нет ни привязок ни к каким реалиям древнего Египта. Историки его никак не могли датировать попросту. И вот оказалось, что в этом тексте «Разговор, разочарованного со своим Бах» иероглиф «Бас» совпадает по начертанию с иероглифом из другого очень известного, однако датированного текста по учению героклиопольского царя своему сыну Мирикара. Ну, царь там, мы более-менее знаем, когда жили цари. И второй текст датируется 22 веком до нашей эры. Следовательно, мы можем сказать, что и первый, в котором используется похожая иероглифика, был написан приблизительно тогда. Дальше. Вдохновленный одним из следующих сегодняшних наших лекторов, я решил еще указать такой метод, как метод датировки по типам письма. В эпоху Средневековья люди очень следили за каллиграфией, и в Средневековье тоже можно датировать по типам письма. В VI-VII веках для Западной Европы был характерен шифт, который назывался «кунциал». На нем мы видим вот такие круглые завитки. Мы видим, что слова преимущественно не разделяются друг от друга. И, в общем-то, читать этот шрифт было довольно трудно. Поэтому от него отказались, но аж в VIII веке. Перешли после на коронинский минускул по указу императора Карла Великого, который сказал, ну что за безобразие, как в стране может быть такой непонятный шрифт, это просто вредно для введения юридических документов, и вообще мешает мне хорошо управлять моей великой империей. И поэтому были введены пробелы между словами, шрифт немножко изменился, и, в общем-то, видя текст, историк может хотя бы приблизительно сказать, когда он был написан, исходя даже из шрифтов. Вот мем для подтверждения. Да, увы, если бы этот мем работал в эпоху Средневековья, методов датировки у нас было бы, ну как минимум, на один меньше. Вот. У кого-то почерк всегда одинаковый, а у меня зависит от ручки, настроения и неаккуратности. Вот. Благо, средневековые песцы обычно не следовали этому. Дальше. Подойдем к более близким и приемлемым к нам реалиям. Вот. Хотелось бы вам уже узнать дату рождения вашего деда, прадеда, ну вдруг там кто-то не знает. Для этого вы обращаетесь в государственный архив, если там ваш дед жил где-то на территории Одесской области, то Одесской области, и находите там метрическую книгу. Это самый простой метод датировки, в принципе, когда даты где-то указываются. Проблема состоит лишь в том, чтобы найти источник, для этого порой нужно перевернуть очень много самых разных документов. Здесь вот тоже очень красивым почерком 19 века, это 1807 год, священник, либо секретарь храма записал, что был крещен или был рожден, такой-то человек. Еще один блок дат, который у нас есть, это так называемая условная дата. Вот есть вещи, но мы не знаем, когда это было. Мы не знаем, когда был основан Киев точно. Нам очень трудно сказать, когда была основана Одесса точно. И тогда, чтобы что-то праздновать, там, каждый город хочет праздновать свой день рождения, как и человек. И мы находим какую-то условную дату. Такой датой обычно считается первое упоминание города в письменных источниках. Для Одессы такой первой датой стало упоминание Кочубеева в хронике такого польского историка Яна Длугаша, которая датируется 1415 годом. Ну, 603 года тому назад. И здесь есть такая фраза, «In porto zu o regio Kочубеo». Вот. Там через этот порт переправляли продукцию для уже падающей Византийской империи. Это как такие условные даты становятся официальными и обязательными. Просто парламент, там, Верховная Рада или какой-то горсовет принимает постановление, что мы будем праздновать именно в этот день. Ну, и ссылается на постановления историков, которые, ну, обычно обоснованы. И я думаю, что Одессу удревнить тоже вполне себе можно. Дальше. Подводя итог, я хотел бы сказать, что любая датировка в любом случае остается также и объектом творчества историка. То есть мы не можем использовать одну датировку, мы их должны комбинировать. Но кроме того, в датировках работает обычная человеческая логика, и исследователь, по сути, сам создает какие-то свои методы датировки. Вот мне недавно попалась в интернете картинка, которая была не подписана, и в которой не было даты. Я решил ее датировать, начал ее внимательно рассматривать и искать какие-то вещи, которые пытаются, которые указывают на что-то, что существовало только в период создания этой фотографии. И нахожу эту вещь вот здесь. Дистаем. Оказывается, что эта акция называется монстрация. Это культурная акция, когда люди пытаются проявить свои политические и культурные требования. Ну и подпись. Монстранем немножечко. Очевидная аллюзия на известный интернет-мем этой весны. Вот Сергей Дружко с его одноименным шоу. Хайпанем немножечко. И благодаря этому мы можем датировать вполне себе эту фотографию в 2017 году. Кроме того, мы знаем, что монстрация происходит по традиции всегда 1 мая, и мы можем точно сказать, что данное фото было сделано 1 мая 2017 года. Вот так. Это как можно использовать контакт. Подводя итог, я хотел бы сказать, что даты они все-таки нужны. И даже если вы, как лирический герой известной песни Брутто, считаете, что моя биография чистый лист, моя профессия анаркотурист, то в любом случае в вашей биографии будут как минимум даты, и хорошо бы в них разобраться, вписывать себя в более широкие и сферические контексты, ну и чувствовать себя немножко от этого лучше и приятнее. Спасибо за внимание. Вопросы? Вопросы? Друзья. Да, давай. Может, по-моему, вам есть интересные вопросы, например, когда мы берем шоку, и в реальность, но потом, ну, на первую очередь, и в ходу, на минуту, на время. Как только они пересекают, когда они стали использоваться? Ну, например, кто-то там из них есть в кольцов, не пользуется другим, например, или раньше, там, 15 тысяч лет, а то, как будет хавкер. Как они понимают, что им уже не пользуются сегодня? Мало ли, ну, все, и 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 все. Как они отсекают в поздний период времени? Ранее не понятно. Как отсекают в поздний? Дело в том, что есть такой метод, есть такой метод, называется функциональный анализ. Если вещь для чего-то нужна, то ее нужно чем-то заменить. Вот мы можем датировать, к примеру, какие-то часы или какой-то там стационарный телефон тем, что потом мы знаем, когда появились мобильные телефоны по образцу и вытеснили это явление. То есть у нас есть эволюция каких-то вещей по потребностям людей. Обычно, если что-то исчезает, то оно либо исчезает в нем потребность, почему-то, и мы знаем это событие из каких-то других источников, либо этот предмет заменяется чем-то другим, и мы тоже об этом знаем. Вот, поэтому так устанавливается верхняя черта. Кроме того, археологически вполне себе. У нас есть какой-то комплексный памятник, мы видим, что там в 7-8 слое археологическом этот памятник встречается, выше не встречается, значит, скорее всего, он перестал использоваться. Вот, так что методы у нас тоже есть. Спасибо за вопрос. Насколько точно можно датировать, используя радиоизотопные? Спасибо. Дело в том, что это зависит от древности существования самой вещи, самого артефакта. Чем древнее он существовал, тем более приблизительной будет наша дата. Вот, поэтому, чем ближе, соответственно, тем точнее. Год? Нет, если это совсем далеко, то историки обычно там в рамках 10 тысяч лет могут разброс давать. Очень большой, да. А если это действительно касается событий 2000-летней давности, то там 100-200 лет обычно. Это зависит еще от условий, в которых находилась вещь. Не подвергалась ли она каким-то влияниям, радиоактивным влияниям, которые бы изменили состояние вещества и так далее. Но в целом, да, чем древнее, тем дольше, и может колебаться очень серьезно. Спасибо. Да, Таша. Как часто случается фальсификация в истории? То есть, когда приходит какой-то новый правитель, он хочет написать что-нибудь хорошее по себе, и нанимает историков для того, чтобы они... Для того, чтобы они написали? Ну, мы всегда, во-первых, отличаем официальную историю, там, пропагандистскую историю, от истории, которой занимаются историки, и она, в общем-то, разделялась в весь период существования человечества. А на самом деле, такие фальсификации были распространены, когда информация была уделом немногих. Там, в Древнем Египте, в Древнем Китае, когда информацию можно было реально ограничить. Вот сейчас ограничить информацию, там, даже не сейчас, последние 2-3 тысячи лет, очень трудно. Сейчас все равно уничтожить все книги невозможно, и запретить какое-то знание тоже невозможно. А когда знание там было уделом очень узкой группы людей, которые умело читать, да, это можно было сделать, ликвидировав тех людей, ликвидировав письменные или археологические какие-то памятники, свидетельствующие о чем-то другом, что не хочет видеть там официальный какой-то правитель. Вот. Ну, если вопросов нет, то поблагодарю. Спасибо. 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 Продолжение следует...